Воспитанница Прикамского биатлона Екатерина Юрьева успешно начала 2013 год. На пятом этапе Кубка IBU наша спортсменка выиграла спринт и индивидуальную гонку. И кроме того завоевала медаль в составе сборной страны. Россияне стали третьими в смешанной эстафете. Начали выступления в новом году и хоккеисты Молотоприками. На своем льду пермики провели уже два матча. В первой игре наши встретились с ангарским Ермаком. В первый период соперники отыграли без заброшенных шайб, а во второй 20-ти минутке молотобойцы дважды поразили гостевые ворота. И на перерыв ушли выигрывая 2-0. Отличились Кунаев и Селянин. Куда более результативным получился третий период. Здесь было заброшено 6 шайб. Сначала Ермак ликвидировал отставание. Ангарцы быстро отличились дважды и возродили интригу в матче. Однако следом трижды точно выстрелили пермики. Вперед свою команду убил Семенов, затем Селянин оформил дубль и Молот увеличил отрыв 4-2. А за 4 минуты до конца основного времени Владислав Ушенин предрешил исход встречи, доведя преимущество до трех шайб. Правда окончательным счет стал после гола гостей, которые в самой концовке реализовали большинство. 5-3 победа Молота. Третий период все-таки мы зацепились вроде за счет, забили две шайбочки. Но, к сожалению, игра продолжается все 60 минут, а не 10, не 50. И где-то потеря концентрации, вот эта третья шайба, наверное, нас немножко подломила полностью. Хороший гол забил нападающий, попал точно. Я очень рад, что команда начала Новый год с победы. То есть заставила болельщикам по наступающим праздникам Рождества такой небольшой подарок своеобразный. Конечно, хотелось бы, чтобы болельщиков было побольше на трибунах, но, я думаю, будем стараться завоевывать болельщиков своей игрой. Всем спасибо, что сегодня посетил матч. Всех с победой. Во втором домашнем поединке соперником Молота стала команда «Касцинк Торпеда» из Усть-Каменогорска. Подопечные Александры Гулявцева владели преимуществом на протяжении всей игры, но реализация игровых моментов оставляла желать лучшего. В гости же шансы использовались полна. В одной из первых своих атак они открыли счет. Наши, впрочем, продолжили гнуть свою линию и вскоре отыгрались. Отличился новичок команды Сазонов. А в конце первого периода Селянин реализовал большинство, и на перерыв пермики отравились в приподнятом настроении. Во второй 20-ти минутки Молотобойцы еще увеличили счет. Отличился Калачик. Но торпедовцы играть не бросили. В течение шести минут дважды добились успеха, и счет сравнялся. В третьем периоде наши вновь вышли вперед. Перевес в одного игрока использовал Вячеслав Ушенин. Но за три минуты до конца большинство реализовали и Усть-Каменогорцы. 4-4, и игра перешла в овертайм. Он победителя не выявил. Пришлось прибегнуть к серии булитов. Здесь Молот раздобыл два очка. При исполнении штрафных бросков точен был Вячеслав Ушенин, а также Селянин. Его булит стал победным. При счете 1-3 выровняли игру. 3-4 тоже самое. Доиграли до конца. То есть боролись до конца. Так для зрителей очень интересная игра получилась. Очень рад, что выиграли по булитам, так сказать. Реабилитировались за поражение по булитам в Усть-Каменогорске. В Усть-Каменогорске. То есть хорошо, что мы по булитам уже вторую игру подряд выиграем. Но лучше бы дело до булитов не доводить. Я думаю, это очень интересно зрителям, но не очень в плане эмоций интересно тренерским штабам. В четверг Молот проведет еще один матч в Перми. Соперник – Красноярский Сокол. Игра начнется в 19 часов. Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...